Всем привет друзья. Давайте проверим скорость загрузки этого и этого, то есть здесь 4 гигабайт и android 10 8 гигабайт android 12. Попробуем скорость загрузки и скорость подключения вай фая. Первая вот это подключаю Вай фай подключаем 33 секунды Ну приблизительно Все, начать Так Посмотрим Вай фай подключен 44 секунды друзья. Даже я без монтажки не вижу реальные сколько секунд, но уже знаю что 8 гигабайт оперативной памяти android 12 загружается медленнее чем 4 гигабайт оперативной памяти android 10. Может потом они исправятся. Все ошибки, но может это случится через год или два. Вы знаете что я сделал обзор вот этой версии от токаст 2 версия Когда я сделал обзор сразу после него я получил это подумав что третья версия будет очень очень крутая Это я получил в ноябре друзья. Вот давайте сейчас подключу Подключаем Типа такой красивый светится Сразу первый минус Недостаток друзья Вот сенсор то есть тачпад не работает в режиме мишки вот вот Просто можете так листать значки но включить что-то например вот навигация да вот навигация да то есть вот нажимаю ok Запустить невозможно друзья то есть без мишки конкретно на этом автомобиле mercedes запустить невозможно Я это у меня уже в ноябре да я составил вот такой длинный список проблем исправления отправили им отправили видео подробно показал Сказал им что я уже тестирую карплай боксе более 30 штук я наизусть знаю всех проблем и как что нужно исправить и работать Они ничего не смогли исправить Один обновление вышло 29 ноября потом одно обновление вышло в январе и потом в марте только что прямо сегодня только что Я включил хотел сделать обзор видел обновление вот нажал сюда Решил обновить подумал что если обновлю и все уже будет работать и они все это исправили я скажу что все проблема решена Но нет друзья прошло 4 месяца я жду 4 месяца чтобы они исправили проблему Чтобы я смог сделать обзор но они так и не исправили проблему я решил все таки сделать обзор и рассказать вам Вы понимаете это этот автомобиль то есть брендовый автомобиль да там ну на mercedes же они должны исправить это Но я 4 месяца им говорю что тачпад не работает не работает У меня в обзоре была там карплай за 60 долларов даже представляете Но я первый раз вижу чтобы тачпад не работал и за 4 месяца они не смогли исправить А этот не дешевый понимаете это стоит не знаю в районе 300 долларов то есть брендовый типа у них это брендовый продукт Да у них есть также много плюсов первый значит плюс так что можно изменить виджеты на экране да вот можете нажать там изменить Любой другой виджет поставить вот на экран нажать здесь можно все значки менять виджеты менять допустим если мы едем здесь также показывает скорость автомобиля Насколько я знаю да вот показывает скорость автомобиля как разделяется экран ты должен нажать на кнопку назад и держать Вот например нажали на навигацию потом нажимаешь на кнопку назад и держишь вот потом выбираешь youtube Даже не включается даже мишка не включается вот наконец то То есть здесь можно разделить экран на 30 70 допустим youtube делать 30 процентов навигацию делать 70 процентов или наоборот Буду использовать оттокаст вторую версию Ссылку на обзор оставлю в описании но скажу что ссылку также на этот оставлю в описании я не знаю можете купить если у вас сенсорный экран вы можете купить попробовать Вот нажимаете здесь это типа где вай фай там использована 4 гигабайт 128 гигабайт процессор нужно кнопки назад не получается видите нужно нажать на этот крестик поймать и нажать здесь кнопка домой Делаем итог он очень дорогой стоит почти 300 долларов может и больше не знаю то есть премиальное устройство они так говорят там провода все такое вот такие провода типа это премиальное устройство Но они четыре месяца не могут исправить проблему с тачпадом решать вам купить или нет Ссылку на этот товар на третью версию и на вторую версию я оставлю в описании под видео Всем спасибо и удачи на дорогах